Итак, все четыре компании, Dell, Logitech, Nokia и Ericsson практически одновременно покидают российский рынок. Причем никому из сотрудников переезд не предлагают, просто увольняют и все. Насколько это травматично для российских компаний, которые активно пользовались услугами этих корпораций? На самом деле травматично с точки зрения бюджета для них, это точно. Потому как уход компаний и официальных представительств не означает, что продукцию этих компаний невозможно будет купить на территории Российской Федерации. К сожалению, возможности для обхода санкций и за счет очень обширной границы и большого количества соседних стран есть возможность обходить санкции и закупать товары компаний, которые уходят через Киргизию, Казахстан, Грузию. В общем, возможности какие-то есть, в том числе Китай, есть китайские заменители, но я думаю, что китайские компании в том числе будут выходить с российского рынка публично, потому как никто не хочет попасть под санкции американцев. Это заблокирует возможности продажи на американском рынке, который самый большой для электроники, и на европейских рынках, поэтому публично, скорее всего, они будут уходить, так как получить санкции за рынок в 140 миллионов человек нецелесообразно с точки зрения экономики. Если говорить про официальные закупки телекоммуникационного оборудования, естественно, они усложняются, но, тем не менее, компании будут закупать, я думаю, серый товар. Хорошая новость в том, что этот товар точно сильно подорожает. По моей информации из источников, я знаю точно, что выход автомобильных игроков с территории России уже отобразился на кошельках граждан, потому как там запасные части к автомобилям начали стоить в три раза дороже. А вот ушедший Dell параллельный импорт сможет его заменить, как вы думаете? Да я думаю, что в любом случае найдется тот, кто захочет заменить объем товара. Может, это будет не Dell, может, это будут другие производители. Скорее всего, что китайские производители попытаются, но точно за это придется заплатить конечным пользователям, конечным потребителям, потому как, видите, логистические компании повыходили. То есть логистика дорожает, да, начнут возить через какие-то сторонние страны, но точно это будет минимум на 70% дороже. И я думаю, что это поможет поднять волну негодования среди потребителей, потому как потребители условно сотовой связи, им придется платить больше. Потребителям, которые покупают мобильные телефоны, компьютеры, а это повседневные приборы наши, тоже будут недовольны, что надо платить больше. И, возможно, это каким-то образом раскачает ситуацию в пользу того, что войну с Украиной надо прекратить, России. Поэтому я думаю, что польза от этого точно будет. Ну вот, вроде бы как, в Челябинской области уже монтируют вышки сотовой связи, да, на технике Xiaomi и Huawei. Вот они смогут заменить ушедших вот этих больших компаний, корпораций? И сколько они продержатся вот на таких технологиях, как вы считаете? Смогут ли они полноценно заменить те корпорации, которые уходят? Я думаю, что до 90% они смогут заменить и продолжат развивать сотовые станции, и будут функционировать и развиваться операторы. Но это будет точно дороже, и я точно знаю, что это будет недолго. Я думаю, что через три месяца уже и китайцы повыходят, потому как получить санкции за рынок, которые, скажем, не очень платежеспособны из-за того, что количество потенциальных клиентов максимум 140 миллионов, то есть другие рынки, там, китайские, индийские, американские, где живет гораздо больше людей, и точно жертвовать ради маленького базара большими возможностями никто не будет. Поэтому точно придется кустарными методами заменять Эриксон, который достаточно давно занимается телекоммуникацией, и там есть достаточно большое количество продвинутых технологий, которые все еще недоступны китайцам. Поэтому страдать будут, в принципе, все там. От них же и Моторола также ушла. Но вот все-таки мы же помним, что у китайских корпораций были проблемы с американцами до войны в Украине. Это и Huawei, и Xiaomi, правда ведь? Правда, да. Но посмотрите, как эти торговая война Китая с Америкой началась где-то полтора-два года назад. Но, тем не менее, она в такой пассивном состоянии находилась. Они взаимно обкладывали каких-то топовых производителей или айти-гигантов санкциями. Потом их снимали, так как договаривались. Потому как у них взаимный товарооборот достаточно большой. И, скажем, обоим странам невыгодно это делать. Но если найдет коса на камень, то, естественно, может большое количество компаний даже обанкротиться. И я думаю, что в этом ключе есть неформальное общение. И в неформальном общении обычно послы передают месседжи, в том числе и от Соединенных Штатов Америки. Я думаю, китайские корпорации получают приватные месседжи, что лучше выходить с российского рынка и там не работать, не продавать, а то будут проблемы. И создать такие проблемы американцы или Европейский Союз с легкостью смогут для китайских корпораций. И у них останется только внутренний китайский рынок. На что китайские компании, китайские гиганты точно не пойдут. И я думаю, что те компании, которые мы знаем, это Huawei, Xiaomi, ну, в общем, большие корпорации, которые на слуху, они точно на это не пойдут. И будут выходить и дистанцироваться от бизнеса в России. Разве что серыми каналами будут поставлять технику, технологии. Но по документам это не будет идти в Россию. Будут всеми силами отбрехиваться. Но тут весь вопрос в контроле и соблюдении санкций. То есть если будет доказан случай поставки такого оборудования, то компаниям придется очень больно. И начиная от штрафов миллиардных, заканчивая тем, что просто им заблокируют возможность продавать на передовых рынках мировых. Что в принципе может похоронить бизнес. Ну вот одна из главных причин ухода санкций, в том числе и запрет на экспорт в Россию определенных технологий. Такие технологические ограничения в связи с уходом этих компаний. Насколько это будет ощутимо? Тут вопрос. Если мы говорим о компаниях, которые предоставляют программные решения, то естественно там достаточно просто наложить санкции. Условно даже если говорить об автомобилях Тесла, то они просто банально могут быть выключены по геолокации автомобиля в России. Также использование разных сервисов и систем учета, если говорить про мировые компании, тот же SAP, Salesforce, ну в общем все мировые компании, которые достаточно глубоко проникли на мировые рынки, в том числе и на рынки Российской Федерации. И это может повлиять и заменить программный продукт еще сложнее, чем заменить железо. То есть железо можно найти какие-то заменители, а программный продукт, достаточно большое количество американских компаний имеют уникальный программный продукт, который применяется в госсекторе, в банковском секторе. Это в том числе и денежные переводы и так далее. И это заменить будет очень сложно, это займет годы разработки, и то не факт, что это получится. Поэтому заменить программные решения, которые подпадают под интеллектуальную собственность и запрет их использования или продажи на территории России могут еще существеннее повлиять, чем запрет самого железа. Так как железо можно найти другое, а другой программный продукт найти очень и очень сложно. Вот на снятие знаменитой поправки Джексона Веника ушло 20 лет после развала Союза. И та правка буквально похоронила советскую электронную промышленность. Сейчас уход столь крупных флагманских компаний. Вот означает ли это, что санкции по итогу похоронят российская IT и любой современный бизнес? Ну, смотрите, да. Во-первых, современный бизнес, он весь связан с IT, поэтому достаточно сложно развивать какие-то передовые компании, когда ты действуешь в условиях ограничения железа и использования зарубежных программных продуктов, не только с Америки, с Европы, с Китая и так далее. Очень сложно развивать компанию, потому как сейчас все построено на основе технологий, и ты не можешь оптимально работать. Если говорить про то, что будет с экономикой, с технологической составляющей, то точно откат лет на 20 гарантирован, потому как до начала войны было общение с венчурными капиталистами, с венчурными комьюнити, с Россией, которые как раз начали активно развиваться, и, скажем так, их вообще выбросило с рынка. Вот комментарии ребят, которых я слышал, они понимают, что венчурного капитала в России больше не существует, то есть стартапы технологические, которые будут рождаться в России, им будет получить крайне сложное финансирование. Это будет либо госсектор только, либо олигархи. Но, естественно, вы же понимаете, когда олигарх тебе дает финансирование, то, скорее всего, это уже не твой проект, не твоя технология и так далее. И очень сложно будет проектом выходить, если это будут русские фаундеры, выходить на мировые рынки, там, где можно получать капитализацию, мультипликаторы, оборот новых клиентов. То есть ориентация будет только на Россию. Ну, либо же менять паспорт и уезжать, и как сделало большое количество IT-специалистов, которые переехали на Кипр. Только мои знакомые перевезли на Кипр около 40 самолетов IT-специалистов, потому как не хотели принимать в этом участие, даже косвенное. Они уехали с России и сейчас занимаются заменой паспортов. Поэтому утечка мозгов – это 100%. Я не думаю, что через 5 лет будет возможность вообще создавать какой-то технологический проект в России. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии. Я напомню, Владислав Савченко, президент Европейской ассоциации программной инженерии, был с нами на связи.